Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». У Молдовы для того, чтобы выжить, один выход – китайский путь развития на Евразию. Об этом заявил известный немецкий журналист и писатель Томас Фассбендер, который побывал в молдавской столице по приглашению общественной организации «Диалогум» и при содействии Международного медиаклуба «Формата А3». И сегодня мы принимаем его в нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте, Саня Слава! Вопрос, столь популярный в нашей стране, наверное, и на всем постсоветском пространстве в последнее время. С кем быть? Западом или Востоком? В 25 лет молдавская политическая элита ищет ответ на этот вопрос. Но мне кажется, чтобы правильно ответить на него, нужно прежде всего дать себе такую трезвую оценку. А что или чем, по сути, сегодня являются и Восток, и Запад на данном историческом отрезке времени? Вот если вам задать этот вопрос, как вы характеризуете состояние Запада, западных элит и состояние Востока, восточных стран? Ну, скажем так, вопрос больной. Потому что вопрос о выборе здесь не поместен. Должен быть вопрос с кем как. Потому что обязательно, когда ты находишься, когда ты молодая страна и находишься между двумя большими блоками, тем больше конфликта, в случае конфликта между этими блоками, да, ситуация автоматически станет сложным и опасным. И это не только, это касается не только Молдавии, это Беларусь, это Украина, это в конце концов и балтийские страны, хотя балтийские страны очень ясно ответили уже там 25 лет назад, мы часть Запада, да. По культуре это объясняемо, да. Но я считаю, что, поскольку я тоже жил более 20 лет в Москве, знаю постсоветскую культуру, вообще российскую культуру и восточнославянскую культуру, и культуру всех стран, которые находятся близко к этому. В орбите, так сказать. Да, в орбите. То, конечно, здесь играет роль и менталитетные, культурные, исторические вопросы, да. И здесь надо каждую страну, вот Молдавию, Украину и Бальтийскую страну, при Бальтии, отдельно посмотреть. В данный момент у нас, к сожалению, ситуация, что развивался большой глубокий конфликт между Россией и Западом. Западом как такова. Здесь разные моменты. Один момент, это соперничество между Россией и Соединенными Штатами. Потому что Россия и Китай в данный момент, это уже геополитическая картина, но она важна. Россия и Китай, они оба вернулись в геополитический театр, так сказать. Они долгое время, особенно в случае Китая, играли только слабую роль. Потому что Китай, как не всем известно, до начала 19 века, представил треть мирового валового продукта. Значит, одна треть мировой экономики, это было до 1800 года, была Китай. Потом ее вклад в мировую политику, в мировую экономику резко упал. И долгое время, почти 150 лет, Китай играла роль третьего или четвертого ранга. Вообще не державы. Сейчас, последние 20-25 лет, Китай бодром возвращается на сцену. Россия упала позже. Россия упала ровно в 1990 году и после 1990-го. 20 лет находился, или 10-15 лет находился в слабом положении. По крайней мере, до перехода власти к Владимиру Путину. Сейчас тоже Россия вернулась на сцену. И, конечно, эти обеи державы, Россия и Китай, принимают конкурирующую позицию, соперническую позицию. К позиции в отношении Америки. И где этот конфликт, где это соперничество играется? Играется она в Азии. Там союзники Америки, Япония, Австралия и Южная Корея. И играется в Европе, где, конечно, мощный плацдарм Америки. Западная Европа. Западная Европа экспондировала последние 20 лет. И экспондировала тоже на фоне растущего или развивающего конфликта, который был уже предсказуемым 15-20 лет назад. И именно ваша страна, Молдавия, находится прямо в середине этого еще растущего конфликта. И, конечно, это очень сложный вызов, потому что оба стороны, как в случае Украины, обе стороны хотят вас привлечь к себе, исключительно к себе, что невозможно. Потому что, как я читаю, я, честно говоря, не эксперт по Молдавии. Можно сказать, я действительно о геополитике больше понимаю, чем о вашей стране. Но мне кажется, или мне говорят, что здесь общество делено на 50 на 50, более-менее. И как элиты, так и само общество обладает совершенно диаметрально противоположными точками зрения относительно развития страны. То есть, с кем? Опять же, Запад. И Западом, и Левосток. Но вот то, что вы говорили, это расстановка сил. То, что мы сейчас видим на геополитической карте. Но, делая выбор, мы же должны понимать, выбор не просто в пользу себя, но выбор с кем. И что сегодня представляет из себя Запад, и что сегодня, на ваш взгляд, Россия и Китай с точки зрения экономики и политики. Говорим немножко о Европе. Европа находится тоже в таком положении, скажем, на пророге новой эры. Та Европа, которая была создана после Второй мировой войны, это был ответ на катастрофы, катастрофических двух войн. Это была ответ на истории постоянных и вечных войн. Опять, да, и европейцы в середине прошлого века, они просто решили брать свою судьбу в своих руках и совместно и общно решать и ответить на проблемы всех вопросов. Объединение экономическое, потом политическое объединение, потом введение или внедрение новых социальных моделов и обеспечение пространства, в котором практически конфликты уже должны быть исключены. Эта модель жила до последних пару лет, но мы сейчас видим, что и тоже в связи с экспансией Европы, что не так просто обеспечить одно политическое, экономическое и социальное пространство от буквально Софии до Лиссабона. Потому что в начале Европейский Союз состоялся в 1957 году из пяти стран, в принципе, там Франция, Германия, Италия, плюс маленькие страны вокруг. Сегодня это 28 стран. И уже всем понятно и видно, да, что эти 27-28 страны не могут отвечать на проблемы. Это значит, что Европа сейчас очень занята своими внутренними проблемами, решениями, потому что она должна найти свою собственную стратегию, как перестроить себя. Перестройка Европы необходима. Как она будет выглядеть, никому не понятно. Стратегии очень мало. Долгое время наши политики, к сожалению, верили, что они нашли кончательное решение, что все двигается линейно к больше и больше объединениям, и что когда-то, через 40 или через 100 лет, будут одни Соединенные Штаты Европы. Это был, я не скажу, официальный модель. Ленин все время писал об этом. Да, но это была модель, в которой действительно наши политики и большинство политического общества верили. Не только в Германии, в разных других странах. Но этой модели нет будущего. Это мой личный взгляд. Потому что 28 стран не будут, эти 28 или 27 после ухода в Великую Британию, эти страны не будут превратиться в объединенные Штаты Европы. Это просто исключено. Может быть, что Германия и Франция уже на более скромном количестве стран осуществляют похожие модели. Мы не знаем, какую форму будет перестройка иметь. Но это европейская перестройка будет. Первый момент. Второй момент. Это отношение между Европой и Америкой. Раньше мы все поняли, что автоматически полагали, что есть такой Запад. А Запад это США, это Европа, это еще Канада, Канада, это еще Австралия. На сегодняшний день уже первые известные публицисты, политики говорят, что Запада уже нет. В том виде, в котором воспринимался. В этом виде. Потому что очень видно и каждый день виднее, что между Европой и США открывается такой разрыв, что об объединенном Западе бессмысленно говорить. Европейские политики каждый день сейчас ищут еще масти, трансатлантические масти, чего можно сохранить. Сегодня германский министр иностранных дел Хайко Масс уезжает в Америку, будет там вести переговоры буквально завтра и послезавтра, по-моему. Его ожидают очень сложные встречи. Это чтобы Америка отказалась от давления по поводу Северного потока-2? Давление по Ирану, давление по Северному потоку-2, давление по новым таможенным требованиям. Америка в данный момент исполняет по требованию Трампа «Америка first». Только Америка считает свои интересы. И если мы смотрим на вчерашние требования господина Помпею, американского министра иностранных дел в адрес Ирана, это действительно такие жесткие требования Америка ведет себя больше как держава, чем она вела себя, когда она действительно была бессомненная супердержава мира. Это может быть такая психологическая реакция на отход или на переход в мультиполарный мир. Это же провоцирование второй стороны на более жесткий ответ. И это возможно, знаете, как тем же Соединенным Штатам Америки придется держать удар. Потому что мы знаем, что есть оценка лидеров иранских о том, что США не имеют права диктовать что-либо Ирану. Ну, никто не имеет права диктовать. Это, конечно, противоречит международное право. Мы видели другие примеры. Мы видели всякие примеры. Международное право не диктует мир. История не диктуется международным правом. Международное право – это какой-то инструмент, помогательный инструмент на обеспечение мировых решений. Кроме, очевидно, что несмотря на существование международного права, всегда есть войны, есть незаконные акты. О незаконности, в которых можно еще и постоянно ведутся дискуссии, дебаты. Вот здесь, в данном случае, просто Америка решила поступать, поступать как супердержава, как мировой милиционер. И мир в шоке, конечно, потому что мы не знаем, насколько Америка будет эти слова превратить в реальность. Насколько будет последовательно собственным заявлением. Точно так. Потому что тем больше, тем громче твои заявления, и ты являешься еще державой, в этом нет вопроса, тем важнее быть в состоянии это все осуществить в реальном мире. Иначе через полгода или через год весь мир будет смеяться над Америкой, и это тоже не помогает положению планеты. Ну, получается, что сегодняшняя Европа, она в таком состоянии недоумения, в состоянии ожидания того, что происходит сегодня на геополитической карте мира. Ведь да, есть несколько противостоя, таких линий соприкосновения. Ведь смотрите, Запад, в том понимании еще, в котором мы традиционно называем Запад, и Восток в лице Российской Федерации, и уже подтягивающаяся Китая. Опять же, раскол в самой Европе, вот между Евросоюзом и Соединенным Штатом Америки, которые, в общем-то, разрывают экономические отношения, навязывают свои, диктуют свои правила. Опять же, мы видим противостояние по линии Северной Африки и Средней Азии, с Запада и Востока, я имею в виду США и Востока, и не, в общем-то, ясная пока или невнятная политика Европейского Союза, кого поддержать или как себя вести в этой ситуации. Ведь смотрите, когда начиналась восточная весна, так называемого, Северной Африки, Европа активно участвовала во всем этом. Франция посылала свои войска Ливию, известны о нахождении тех или иных вооруженных сил на территории суверенного государства, я говорю о Сирии, то есть, как бы, присутствие и понимание того, на чьей стороне Евросоюз понятен. Но сегодня, мне кажется, вот особенно после визита вашего премьер-министра госпожи Меркель в Сочи, где встречалась с Путиным, как бы, он начинает задавать вопросы, а что это означает, что это попытка договориться с Путиным, или попытка, наоборот, понять, в общем-то, перспективы для развития, так сказать, развития жизни в Евросоюзе? Положение Европы на геополитической сцене действительно за последние пять лет сильно менялось и к слабому. Сегодня можно сказать, что действительно Европа — это слабое звено в этом контексте международных держав. В Америке, понятно, Америка играет в свою игру. Мы еще не знаем последствия, но вектор игры, понятно. И я не думаю, что... Америка может рисковать много, да? Америка может проиграть многого, да? Но Америка знает, куда они хотят. То же самое по Китаю. Китай играет пока экономически агрессивно, да, но в военном контексте и в политическом контексте довольно скромно, да. Среди... Китайский осторожно, так скажем. Мудро, да, как мы все знаем, 3000-летняя государство, 3000-летняя давность, да. Самой видной роль среди незападных стран играет Россия. И тоже у России есть своя игра, понятный вектор, понятное направление. Неизвестно еще, чем это будет кончиться, да. Известно пока только, что в конце концов Китай останется победителем, я бы сказал так, да. Но мы не знаем еще когда. Неизвестно, как пройдут вот эти вот баталии, но мы знаем, кто победит. Да, точно, да. Но кто, как остают и Америка, и Россия, это пока неизвестно. Но самая большая непредсказуемость, неизвестность, это касается Европы. Потому что Европа действительно сильно ошиблась в том, что после 90-го года континент думал, что все, история все решила для нас, все идет в правильное направление. Надо просто работать шаг за шагом на выполнение того, которое я уже описал, вот Соединенные Штаты и так далее, вечный мир. А сейчас Европа абсолютно не знает, как быть без США, без поддержки США. Потому что все это время, надо иметь в виду, что все это время, пока мы думали, что все замечательно для нас решено, американская защита, да, защитая американская военная мощь, защищая нас от всяких проблем и угрозов. Сейчас это уходит. Трамп, я сам сказал, что европейские партнеры, пожалуйста, да, до 2% валового продукта вы должны тратить на содержание НАТО, на содержание своих военных сил. У нас в Германии тратят 1,3, и немецкое общество говорит, что зачем это увеличить, кто нам угрозит, да, кто нам угрожает. Есть, конечно, там такие политики-журналисты, которые говорят, что рисуют угрозы со стороны России, да, но поскольку это до такого степени абсурда, да, что мало кто это верит в немецком обществе. Нет, Европа страшно беспокоена в данный момент, визита Меркеля в Сочи, на мой взгляд, точно показала, что Германия мягче настроена сейчас в отношении России. До 4 года практически мы стали жестким представителем той линии, которая говорит, вы там, Россия, вы там нарушили международные правила, и вы нарушили европейский мировой порядок, и все это. Сейчас мы понимаем, что без определенного уровня партнерства, да, определенного качества партнерства с Россией, мы вообще не можем отвечать на проблемы ни в Среднем Востоке, и тоже на те проблемы, которые создаются на базе конфликта между Америкой и Ираном. То есть, получается, мы сейчас наблюдаем такую смену платформ, потому что ведь что такое Европа, ну, я упрощу, так сказать, по-журналистски. Это конгломерат стран, которые финансировала Соединенные Штаты Америки. После 90-го года они начали получать дешевые ресурсы стран постсоветского региона и еще из России, когда поступают туда энергоносители, углеводороды. И когда сегодня мы наблюдаем, что Соединенные Штаты говорят, а теперь давайте сами, сами ищите деньги, сами ищите возможность защищать свои интересы, но при этом вы полностью от нас зависимы, потому что нужно помогать беженцам, нужно быть толерантным, то есть проводить определенную политику. А толерантность, мы знаем, о чем идет речь, это такое терпимое отношение к сексуальным меньшинствам, это терпимое отношение к каким-либо другим, то, что когда-то считалось правонарушением. И мне кажется, Европа в большинстве своем, наверное, так не готова менять эти платформы, менять эту платформу, потому что она должна понимать, а на какую платформу дальше нужно пересаживаться. Ну, позвольте мне вас поправить в одном. Я бы не сказать, что Америка или кто-то другой нас финансировали. Европа есть экономическая мощь, Европа есть очень сильная, эта группа экономически очень сильных стран, прежде всего Германия, но далеко не только Германия. Мы, конечно, получили довольно конкурентоспособные энергоресурсы от России, но у нас всегда за последние 200-300 лет хватает капитальная база, чтобы позволить себе благополучную жизнь. И мы добавляем, конечно, в ходе нашей работы свободной экономики, высокий уровень образования, инженерские умения. Мы можем, Европа работает в экономическом плане безупречно. Вот в этом такое, почему я часто использую слово абсурдно, потому что действительно абсурд, почему экономически такой мощный регион не в состоянии отвечать на политическом плане, на вызовы, на мировые вызовы. То есть крупнейшим геополитическим городом. Да, экономически сильно, геополитическим в виде слабо. Вот это объясняется, может быть, тем, что, да, действительно, мы отстояли последние 20-30 лет от участия в геополитике. Многие, я помню еще хорошо, когда журналисты писали длинные статьи о том, что в будущем вообще геополитики, а геополитике речь не может быть, что все меняется. Там действительно, вот 10-20 лет наша элита думала в одном совсем необоснованном направлении, в тупиковом направлении. То есть однополярный мир, когда геополитика исчезает, просто исчезает одна политика. Исчезает политика вообще, потому что сейчас есть правовой порядок, который решает все. А в этом времени мы очень, так с любовью, я бы сказал, мы занимались устройством индивидуального общества, общества на базе новых общественных и моральных ценностей. Потому что как-то мы поняли, что о политике речь не идет, угрозы все исчезли, и сейчас нам тоже понятие коллектива, который всегда немножко состоит в отличие от других коллективов, полагает, вот термин коллектив, полагает, что есть другие коллективы. А термин коллектив тоже как-то исчезла из общественной дискуссии. И сосредоточились все силы на развитии индивидуальной автономии. Очень важная индивидуальная автономия. Почему мы говорим о всех этих полевых вопросах, что там сейчас 56 или 78 разных полей, правильно я понимаю? Полов, полов. Даже представить невозможно, что это такое. Абсурдные цветы, которые рассветились в ходе этой дискуссии, в отсутствии настоящих вызовов, в отсутствии настоящих проблем. И то, о чем вы говорили, вот толерантность, это все очень на интеллектуальном уровне, очень развито все. Там люди десятки книг пишут об этом, авторы. Но, конечно, это касается только вот один сотный процент населения, которые действительно верят в эти изменения. То, что мы видим в всей дневной жизни, это что да, в отличие от два поколения назад, быть гомосексуальным не имеет никаких отрицательных последствий. Вот в этом ничего страшного нет. Происходит полилизация или агитация, или пропаганда всего. Ну да, но нет, несмотря на пропаганду, Станислав, я бы сказал, что да, действительно есть определенные изменения. И это правильно так, что каждое поколение поставит свои, меняет свои нормы немножко, нормы развиваются, да. И сексуальные нормы развиваются. И ничего плохого в этом. То, что плохо, конечно, это когда начинается агитация, начинается пропаганда. Поэтому я бы делил здесь, с одной стороны, у нас естественные и нормальные изменения отношения к меньшинствам. Оно есть, да, ничего страшного, да. На другой стороне, это агитация, это лоббизация, это законизация этих изменений, да. Я действительно не друг такого закона о однополевых браках. А сегодня это данность в Европе? Она есть, она есть в Германии, жить надо с этим, но насколько это навсегда, это совсем другой вопрос. Но важно говорить об одном, что вот эта толерантность на уличном уровне, да, на вседневном уровне принимается не как толерантность, но как равнодушность. И сейчас растет, действительно растет и на Западе Европы число тех, которым это не хватает, которые говорят, что почему все должны быть на базе только индивидуальных преференций. Мы должны для функционированного государства, для обеспечения эффективности государства, должен быть какой-то понятник, как коллектив. Если и были такие случаи, когда представители нашего государства говорили о том, что, в принципе, что такое государство? Это территория плюс население, которое там находится, да. Понимаете, они уже не говорят о немцах, да, потому что тот, кто там есть, да, там есть, уже является членом, уже является даже без паспорта, да, в каком-то понятии немцам. И об этом началась тоже очень бодрая дискуссия, потому что понятно, что такие заявления сразу находят свои противники, которые говорят, хорошо, респект к иностранным, все должно быть, да, но в конце концов должно быть какое-то отличие между настоящими немцами, значит, носителями. Но этнически это еще другое, да. Есть всегда три уровня. Есть этнические немцы, что довольно сложно, если у тебя там папа француз, мама немка, да, уже сложно определить. Есть, ну, самый простой, это немецкий на базе паспорта, да, ну, это всегда, это тоже немец, да. И иностранные, есть иностранные, с разными статусами, плод до иллегала, да. Ну, и это предмет очень интенсивной дискуссии, это одно из главных проблем, которые в данный момент, ну, не решается, пока решений нет, но, скажем, это знак того, насколько Европа занимается своими собственными проблемами, потому что действительно отсутствие Европы из геополитика и этим объясняется, что мы, как континент, находимся в фазе нового самоопределения. Это сложный процесс. То, что мы видим в Италии сейчас, популисты нашли на власть, мы точно не знаем, чем это будет кончиться, поэтому я вначале сказал, мы действительно, мы находимся на пророке новой эры. Что-то будет меняться, мы еще не знаем, что, мы еще не знаем, где это будет начинать, но вам повезло, я хотел сказать, вам повезло, что мы, что вы еще не находитесь внутри. Но, сказав это, обязательно для Молдавии, вернемся туда, для Украины, Беларусь, необходимо, что смягчается конфликт на европейском пространстве. Это должна быть цель, в конце концов, и русской стороны, и европейской стороны. Я бы сказал, что на сегодняшний момент взгорает этот конфликт в основном американский интерес на обеспечении своей позиции на евразийском пространстве. Это понятный интерес, поэтому это даже не упрек в адрес Америки. Америка, как держава, обязана так поступать. Но упрек в адрес европейцев, упрек в том смысле, что ребята европейцы просыпаетесь, и они сейчас просыпаются, и понимаете вашу позицию, и слабость вашей позиции, и понимаете, нужно пойти в новые европейские связи, настроить новые европейские связи к России. И может быть, это уже оказывается в визите госпожи Меркель в Сочи, и вы, как мальдаване, должны поддерживать всем возможным шагом это приближение, хоть частичное приближение. Один конкретный пример. Мне кажется, самое главное, что как можно быстрее Европейский союз, официальные наши брюссельские органы Европейского союза, настроят какой-то общий платформ с Евразийским экономическим союзом. Пока до сих пор Евросоюз, Брюссель, наша бюрократия, отказывает от таких отношений, официальных отношений, их нет, они не существуют, отказывают от этого, потому что они говорят, что Евразийский экономический союз является совсем другим форматом, не сравнимая, и поэтому ничто, о чем можно говорить. Но самое главное, самое главное для будущей вашей страны, мне кажется, найти возможность торговать и с Востоком, и с Западом. И это зависит от того, что ЕС разрешает своим ассоциируемым партнерами, как Молдавия, как Грузия, и так далее, и Украина, свободно и полностью интегрировано и торговать с восточными странами. Потому что мы видим в случае Украины, что ассоциация к ЕС Украине дала. В последние три года экономические положения Украины, видимо, не росло ничего. Я хочу сказать, что и наши цифры далеки и от таких возможностей гордиться ими. Ведь даже обыватель может определить уровень экономического развития страны, поинтересовавшись цифрой, например, расхода электроэнергии. У нас каждый раз, каждый год потребление электроэнергии снижается процентом на 10. Это что говорит о таком тотальном, не знаю, тотальной убыли населения? Нет. Это говорит о том, что сворачивается производство. Людей практически находится в стране одинаково, ровное количество потребления электроэнергии в бытовом уровне. Оно колеблется в границах таких вот минимальных. А то, что потребляется в промышленности, оно снижается. И поэтому это как раз для обывательства может быть понятно, что наша промышленность сжимается. Но ведь смотрите, вы заговорили о евразийском экономическом сообществе. Мы буквально недавно получили статус наблюдателя. Молдова наблюдатель при ЕАЭС. Но у сегодняшних чиновников, у сегодняшнего парламентского большинства, которое сложилось в Молдове, возникает неприятие вот этого шага президента Игоря Додана, который съездил, обратился с этой просьбой к руководству евразийско-экономического сообщества. Она была рассмотрена, и эта заявка была удовлетворена. Мы, наблюдатели при ЕАЭС, мы можем сравнивать процессы, происходящие, что в Евросоюзе, экономические, прежде всего, процессы, и те, что происходят на пространстве евразийского экономического сообщества, понимать правила экономической игры, и, в общем-то, даже готовиться к тому, чтобы вступить в эти экономические игры, для того, чтобы получать, будем говорить, успех, промышленный, экономический успех, для того, чтобы развивать свою экономику, потому что после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году экономика не растет. Власть, придержащая, в штыки принимает движение, попытки развернуть экономику на восток. Буквально недавно была встреча бизнесменов, предпринимателей с премьер-министром Павлом Филиппом, где им строго, четко объяснили, и даже не вздумывайте поддерживать проект президента. Хотя, в общем-то, большинство из них, они в душе, в кулуарах, говоря с нами, говорили, что нам сейчас это необходимо, это дает возможность сохранить рабочие места сейчас и умножить их в самом коротком будущем, открыть новые рабочие места. Но нашему правительству это невыгодно по определенным обстоятельствам, что, видимо, они лоббируют совершенно неинтересы государства. Лоббируют ли они интересы европейцев, тоже вопрос, потому что, ведь наверняка, на границе с Евросоюзом должно быть, если хотите, такой вот термин, буферное государство, но с какой-то успешной историей, а не наоборот, с перспективой очередного локального конфликта. Вы знаете, у нас есть нерешенный приднестровский вопрос. И Европе, наверное, было бы выгоднее, чтобы мы были страной, хорошо стоящей на собственных ногах. Я думаю, что европейцы действительно, европейцы понимают, что им это будет выгодно, но здесь у нас три игроков. Европа, Америка, Россия. Уровень недоверия очень высокий. И пока, по крайней мере, у американцев нет такого, нет настроения вас видеть как возможным мостом, в качестве моста. Американская позиция, по-моему, жестко настроена на том, что и Украина, и Молдавия, и в перспективе и Беларусь будут соединены, будут добавлены в сферу влияния Запада. Я не знаю настроения на русской стороны. Я думаю, Россия на сегодняшний день, Россия не так важно притащить себе Молдавию, как это было в Советском Союзе. Россия понимает, что уже решение Донбасского проблемы и развития Крыма в принципе уже хватает. Просто и европейцы, наверное, тоже готовы уже позволить стране развиваться как мост. как мост. И политически, экономически. Надо сказать, откровенно говоря, ассоциации ЕС очень выгодны именно европейской экономике. Потому что они могут вывозить свои очень конкурентные, очень качественные товары сюда. Ваши товары, это то же самое в случае Украины, почему не происходит никакого развития, потому что ваши товары просто по качеству и по ценам не конкурентность возможности. Стандарт, да. Это не стандарт. Понятно. Для вас экономическое буржи это только в живом измене, отмене товаров и услуг с Европы, но в основном вывозить товары в евразийские пространства, евразийские страны, рынки, в рынки Востока, африканские рынки, как это делают другие страны. Как, например, работает турецкая экономика, Турция за последние 20 лет в среднем вырос 4,5% экономика последние 20 лет. До 2016 года был немножко слабый, вот в прошлом году по-моему около 7%, очень бодро развивается турецкая экономика и турецкая экономика и интегрирует с Западом и Востоком. Поэтому здесь для вас необходимо, это очень сложная задача, для вас необходимо противостоять этому давлению из Америки, который, конечно, здесь потребует отказ от отношения с Евразийским экономическим союзом, отказ от отношения с Россией и конечно всякими возможностями американцы будут стараться обеспечить захват Майдамии в западной сфере влияния. Как вы можете к этому сопротивлять? Я не знаю, но мне кажется очень важно, что ваши политики в конце концов убеждают сотрудничать с европейскими, потому что тот момент, что европейские сейчас начинают понимать отличие их интересов от американских интересов, это положительный знак для развития всей Европы, потому что европейцы будут понимать, что если поддерживают американские позиции в конфликт с Россией, то грозит такая судьба континенту, чтобы Европа превращается в поле боя между Россией и Америкой. В данный момент это поле боя вы, вы как поле боя, Украина это поле боя этого конфликта, поэтому у Украины нет никакого собственного развития, положительного развития, потому что она уже является поле боя и Запад Украины, и Восток Украины, потому что на Восток Украины это настоящий бой, на Запад Украины это только экономический бой пока. Украине также не дают возможность восстановить свои очень тесные экономические связи с Россией, с Евразией. Вот с этого все начинается. как уйти из этого очень сложный процесс, но самое главное по-моему что это шанс для Молдавии вы знаете пример украинский пример вы можете уже учиться от украинских ошибок вы можете уже определить другие векторы другие шаги но противостоите пожалуйста этому давлению которое хочет вас объявить только с западом работать а если было бы такое давление с восточной с востока я бы сказал я бы давал такой же совет вам необходимо настаивать на то что будущее только в сотрудничестве тесном мирном сотрудничестве с обеими сторонами об этом как раз и говорит президент Игорь Дадон что необходимо сохранить и те связи интеграционные которые уже происходят осуществились реализованные с Европейским Союзом и наращивать и возвращать к себе рынки восточных стран потому что Россия это же нескончаемый рынок европейцы это хорошо понимают на просторах Российской Федерации может исчезнуть продукция любой страны Европейского Союза я имею ввиду в хорошем смысле исчезнуть уровень потребления России растет и ее экономический потенциал наращивается но вот что хочу для себя отметить в 90-м году когда стало понятным что Советский Союз перестанет существовать перестает существовать вот эта система социалистических ценностей нас убедили в том что либеральная экономика капиталистическая экономика это будущее всего мира ну как бы за общим столом оказалось оказались целый ряд игроков туда пригласили руководителей Российской Федерации и началась вот эта игра но мне кажется что вот Россия играла в шахматы а Запад с Россией играл в покер причем копленными картами потому что вот мне кажется сегодня для наших политиков это тоже должно быть уроком когда мы разговариваем ну например с представителями Европейского Союза мы должны понимать что мы для них представляем прежде всего кем мы в их глазах тогда есть понимание какие карты у нашего будем говорить оппонента и вот сегодня ситуация поменялась достаточно давно в самой России понимание того что представляет собой Запад и ведь не зря прозвучало предложение Владимира Владимировича Путина о том что мне кажется необходимо рассматривать вот евразийское общее пространство от Владивостока до Лиссабона таким образом мы снимем риски локальных конфликтов снимем риски вообще каких-то геополитических конфликтов непонимания положения непонимания будем говорить общего развития мы уйдем таким образом мы защитим себя от влияния третьих сторон потому что ведь смотрите даже вот этих санкций которые сегодня подвергли Соединенные Штаты Российскую Федерацию немецкие бизнесмены тем или иным образом страдают давление на проект российский то есть Северный поток 2 это тоже давление на немецкий бизнес и вот непонимание того что нужно строить такое общее мощное пространство бесконфликтное а достаточно успешное экономическое для экономического развития оно может стать спасением мне кажется прежде всего для Европейского Союза который сегодня погряз в толерантности в беженцах в непонимании своего будущего пути вот когда я говорю о попытке отразить отобрать или отразить экономику от России я не только говорю о Украине и Молдавии я говорю и о нас потому что совсем понятно что Америка очень сильно настаивает на отказе от Северного потока Америка сейчас грозит немецким компаниям не только из-за этого здесь это опять геополитические вопросы этого сопяничества Америка грозит немецким компаниям которые работают и 5000 работают в России 5000 компаний имеют представительство или совместное производство или свои датчаные предприятия в России очень много рабочих мест мы говорим о 30-40 это был это был 50 больше миллиардов объем торгового объема объема торговли но Америка грозит этим компаниям в связи со всеми этими санкциями и тоже санкции против Ирана будут использоваться к этой цели Америка действительно намеренно ослаблять российскую экономику экономику и с тем самым ослаблять нашу немецкую экономику и сделать все возможное чтобы избежать всякого приближения и наоборот еще чтобы разрыв между Западом и Востоком в Европе еще углублять углублять поэтому я бы сказал настоящий европеец сегодня у него только один цель это смертжение конфликта в Европе это поддержка помощь тем странам как ваши которые находятся в середине на прикосновение на фронтлайн этого конфликта помогать им выжить и развивать мирные отношения к двум сторонам но в нашем немецком и европейском establishment есть много которых я бы назвал не настоящих европейцев которые играют американскую игру и эту американскую игру играют наверное и политики и журналисты в вашей стране у меня не хватает информации в этом поводу но если ваши собственные политики настаивают на отказ от отказ отношения с Россией то это действительно объективно не в интересе вашей страны интерес вашей стране только может быть экономическим мостом и развивать как я уже сказал по турецкой модели сильно и сильнее работать и с теми и другими это вся смысл экономики но геополитические интересы превращают экономические интересы в политические опять потому что геополитические конфликты диктуют тем диктуют торговцам которые просто хотят торговать кем угодно самое главное что умеет платить и другой умеет иметь товар экономические интересы противоречат здесь политические геополитические интересы и мы должны в Европе мы должны я думаю мы будем понимать что мы должны восстановить примат примат экономики 4 года назад вот наш канцлер Ангела Меркель она откровенно потребовала от экономического мира нашего экономического общества примат политики потому что это было сразу после февраля 2014 года когда уже размер конфликта стал понятным и потенциал развития этого конфликта стал понятным и экономисты предприниматели менеджеры немецкие которые управляют большими активами в России очень зависят тоже от российского рынка они публично отъявили что хорошо Крым восточная Украина проблема есть но не забывайте наши экономические интересы общественные и канцлер выступала очень строго жестко выступала и сказала что экономика вымольщите пожалуйста потому что здесь мы требуем примат политики а 4 года пустя мы видим что этот примат политики нам ничего не даст всех только беднее и мы должны вновь потребовать принимать экономики в Европе ну что является как раз подтверждением что политика прежде всего продолжение экономики а не наоборот вот когда начинает телегу впереди лошади ну я бы сказал я бы сказал разные вещи но точно не не да экономика существует отдельно от политики в экономике есть свои права свои интересы и иногда они должны воевать да экономическими средствами возможно но опять же при использовании политики Томас спасибо вам большое за этот разговор в нас времени в общем-то наше время стекло общение с вами мы желаем вам успехов новых статей книг и конечно же новых встреч с нашими молдавскими коллегами моими молдавскими коллегами журналистами чтобы возникал такой живой интересный диалог и мы с вами питались вот этой непосредственной информацией о том ну о настоящем взгляде изнутри что происходит в Европейском Союзе как видится вами развитие диалога Европейский Союз евразийское экономическое сообщество и таким образом нам поможет нашим политикам определить место страны на вот этой геополитической карте прежде всего с целью сохранения страны а не растворения во всех этих бурях и нашим телезрителям хочу сказать что более подробную беседу с нашим гостем Томасом Фассбиндером немецким общественным писателем и журналистом вот эта вот беседа сохранилась у нас на сайте когда проходила встреча в формате А3 организованной общественной организации диалогу можно подробно послушать и вступить даже в виртуальную полемику спасибо вам за сегодняшний разговор будем всегда вас ждать в нашей студии спасибо Станислав за очень интересное обсуждение спасибо до свидания вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был немецкий журналист и писатель Томас Фассбиндер оставайтесь с нами мы работаем для вас у нас в гостях субтитры субтитры